Ваши производственные традиции на огородке, веки растательстве! Ура! 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 Символический старт дан. Новая линия по производству туристических газовых баллонов запущена. Но это всего лишь первый этап масштабного инвестиционного проекта на Рязанской земле. Вот таких аэрозолей в год здесь будут производить до 24 миллионов штук. Причем речь идет не только о газе, но и о бытовой химии. А еще в ангаре по соседству инвестор обустроит производство пьезозажигалок. С инвестором договорились на Петербургском экономическом форуме. Откладывать дело в долгий ящик производственник не стал. В наше время самое главное это скорость. И скорость со стороны правительства, общественного направления по принятию решений о согласовании всех необходимых документов. И скорость со стороны инвестора, который не стал ждать запуска полного строительства и запуска всего предприятия, запустила отдельную линию для того, чтобы начинать работать уже сейчас. Вот позади у нас находится аэрозольная линия, которая сегодня была запущена, которая позволяет производить достаточно широкую инфраструктуру продукции. Объем вложенных инвестиций на этом этапе 160 миллионов рублей, плюс 30 новых рабочих мест. На втором этапе дополнительные производственные мощности появятся и на территории Рязанского технопарка. Стартовали, как говорится, с места в карьер, но по словам генерального директора компании, по-другому и быть не могло. У нас был выбор простой. Мы обратились в корпорацию развития разных областей. И здесь корпорация развития оказалась самой активной, особенно молодые сотрудники. И поэтому за счет хорошего отношения к нам и помощи во всех вопросах мы выбрали эту землю. Мы сейчас уже начинаем деятельность, чтобы генерить обороты и выручку. Мы уже получили все документы в территории технопарка. И после Нового года у нас утверждение плана и выбор застройщика. И будем строить поэтапно. Общий объем инвестиций в производство баллонов и зажигалок почти 2 миллиарда рублей и 150 новых рабочих мест. Это после выхода проекта на, так сказать, крейсерскую скорость. И, кстати, практически все комплектующие на производстве российские. Эту нишу зарубежным компаниям уже вряд ли занять.